Магнитогорский Металлург не сумел выиграть свой второй матч на Кубке Чемпионов в Казани. Акбар, с которым в пяти предыдущих играх августа потерпел четыре поражения, был настроен очень решительно и сумел взять реванш у подопечных Ильи Воробьева за неудачу на мемориале Рамазана. Как это было, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Начало игры получилось для гостей очень ярким. В первые семь минут магнитогорцы заметно доминировали, создали несколько опасных моментов, но забить не смогли, даже имея численный перевес. А вот Акбарс с первой же попытки реализовал большинство. Николай Коваленко здорово бросил под перекладину. Вскоре хозяева еще раз получили возможность разыграть лишнего и всего за три секунды ее использовали. Обладатель Кубка Стэн для 2011 года Стивен Кэмпфер не оставил шансов Юхи Алкиноуаре. Затем уже казанцы снова нарушили правила и разрыв сократился. Максим Карпов после передачи Линуса Хульстрима и Филиппа Мае забросил свою третью шайбу за два дня. Увы, перелома в игру этот гол не внес. В дебюте следующего периода барсам удалась быстрая атака, и Дмитрий Когарлицкий неожиданным броском с разворота еще раз поставил в тупик вратаря Металлурга. На исходе 46-й минуты Коваленко набрал свое третье очко в матче, Кэмпфер второе, а Дмитрий Воронков довел преимущество хозяев до трех шайб. Оживил интригу защитник-новобранец магнитки Алексей Маклюков. После передачи Семена Кошелева он классно бросил издалека. Но надежда на спасение прожила недолго. Вернувшийся в состав казанцев легендарный ветеран Данис Зарипов великолепным пасом помог Артему Лукоянову установить окончательный счет. 5-2. Несмотря на поражение, Металлург сохраняет шансы на попадание в главный финал. Для этого команде необходимо обыграть армейцев из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию этой встречи смотрите в нашем эфире в субботу, 21 августа в 14.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.